Здравствуйте, с вами магазин Кодом и сегодня я хотел бы рассказать вам о обновленной отбивке для косы торговой марки Шрекинг Фукс, производства Австрим. Для начала я расскажу в теории о работе отбивки для косы и отвечу на основные вопросы, которые возникают относительно этой отбивки. Потом мы перейдем к практическому применению отбивки для косы и посмотрим каким образом это происходит. Давайте откроем, посмотрим что внутри. Внутри в первую очередь пара инструкций по применению и собственно сама отбивка. Из чего стоит отбивка? Из двух колпачков металлических и наковальни для отбивки. В чем отличие от предыдущей модели? Как вы помните, в предыдущей модели колпачи имели цвет красный и желтый. На колпачках нанесены риски. Две риски, вот они, и одна рисочка. О чем это говорит? Значит, если в предыдущей версии от компании Shrek & Fuchs для отбивки косы колпачки имели точно такие же риски, но сначала использовался для отбивки колпачок с двумя рисками, потом с одной риской. Значит, объясню, почему это происходит. То есть, сейчас производитель пошел навстречу всем покупателям и теперь интуитивно понятно, какой колпачок использовать первый для отбивки. То есть, первый используется колпачок с одной риской, вторым используется колпачок с двумя рисками. Чем они отличаются? Колпачок с одной риской имеет практически плоскую поверхность. И отбивается коса, как написано в руководстве по эксплуатации, 2-4 мм режущая кромочка отбивается. Второй колпачок имеет уже кромку под углом, поэтому вторая отбивка финишная приблизительно 1 мм. То есть, первым колпачком оттягивается режущая кромка, вторым колпачком она формируется. Формируется угол режущей кромки. Работает это очень просто, то есть, точно так же, как и предыдущая версия. Одевается колпачок, вставляется коса и производится отбивка с помощью ударов любым молотком по колпачку. Дальше колпачок меняется и процедура повторяется. Вот такая отбивочка для косы от Шрёкин Фукс. Теперь стала удобнее, интуитивно понятнее. Можно пользоваться с удовольствием и производить в домашних условиях отбивку, не имея никаких навыков. То есть, когда вы пользуетесь молотком и наковальней, здесь необходим навык, необходим опыт, потому что движение при отбивке молотком и с помощью наковальни, движение молотком производится немножко такие вот оттягивающие. И здесь легко получить на режущей кромке косы волну. Волна, конечно же, с помощью оселка правится. Но при использовании отбивки вы, собственно, не совсем гарантированно. Но, тем не менее, в 99% случаев вы волны не получите и отбивка будет производиться аккуратно. И хотелось бы ответить на самый часто задаваемый вопрос относительно отбивки Шрёкин Фукс. Сейчас я вам покажу и расскажу. Вот здесь написано Шрёкин Фукс. Это производитель вот этой отбивки для косы. Австрийский производитель. Существует также австрийский производитель Офнер. Вот здесь мы видим наклеечку Офнер. Они оба австрийских производителя. У них, собственно, есть своя партнерская программа. То есть, когда мы размещаем заказ у компании Офнер, мы покупаем у Офнера вот эти отбивки. И они наклеивают свою этикеточку. Если мы делаем заказ в компании Шрёкин Фукс, то мы получаем без наклеечки Офнер ту же самую отбивку. То есть, это производство Шрёкин Фукс, которое по партнерской программе еще работает с компанией Офнер. Второй самый распространенный вопрос. Это какая сталь? Значит, что касается стали, которая используется здесь, то никто на этот вопрос из производителей европейских не отвечает. Это принципиальная позиция. Они считают это своим ноу-хау. Это касается всего. Это касается молотков, коз, отбивок и так далее. Более того, компания Офнер, когда мы попытались что-то снять у них на производстве, они нам запретили это делать и все рабочие, которые работают именно в цехах, они дают подписку о неразглашении. То есть, все эти производственные процессы держатся в секрете. Они говорят, ребята, пожалуйста, вы можете снимать наши склады, нашу готовую продукцию, но снимать производство мы вам не позволим. Посмотреть вы можете. Снимать ни в коем случае. Они это объясняют тем, что не хотят, чтобы эти все их секреты, эти ноу-хау, все оказались в Китае. Потому что это действительно разработки австрийских инженеров. И они хотят их все-таки как-то держать в секрете. И не выпускать в китайский масс-маркет. Третий самый распространенный вопрос. Это даже не вопрос, а утверждение, что вот эти колпачки легко будут устроя, расплющатся, поломаются, что угодно. Во-первых, ломаться здесь нечем в этой конструкции. Во-вторых, твердость колпачков и твердость бабки, она значительно выше, чем твердость косы. Поэтому, естественно, колпачки не подвержены, колпачки и бабка не подвержены никаким деформациям при отбивке косы. Дальше мы посмотрим, как это происходит в реале. Мы посмотрели видео с ответами на основные вопросы относительно отбивки для косы Шрекенфукс. Сейчас мы посмотрим, как это делается. Берется любая колода. Вставляется отбивочка. У нас есть два колпачка с рисками, нанесенными. Одна рисочка, две рисочки. Берется, одевается колпачок. Берем косу. Ну, чтобы было видно, вот так сначала посмотрим. Коса заводится под колпачок. Дальше кому как удобно, с какой стороны начинать отбивку. И начинаем отбивочку. Убираем колпачок с одной рисочкой. Вставляем колпачок с двумя рисками, который позволит дать режущим кромке необходимый угол. Вот таким образом производится отбивка. После отбивки оселком нужно пройтись по режущей кромке. Чтобы убрать волну. Что нужно сказать? Вот эта часть косы, и нет необходимости ее отбивать. Рабочая часть это вот эта. Эта часть косы отвечает за отвал в сторону, собственно, скошенной травы. И вот таким образом, легко, любым молотком, вы можете свою косу довести до совершенства. До тончайшей режущей кромки. И коса у вас будет все время острая. И будет просто брить траву. Спасибо, с вами был Магазин Коду. Покупайте лучшее, про остальное забудьте.